Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о 20-й главе Евангелия от Матфея. Предыдущая, 19-я глава, заканчивается фразой Господа Иисуса, которая, собственно, предваряет основную тему вот этой 20-й главы. Господь говорит, многие же будут первые последними и последние первыми. И это действительно такая основная тема 20-й главы. И, видимо, в какой-то момент по дороге из Галилеи в Иерусалим осенью 29-го или, может быть, ранней зимой 30-го, хотя, скорее всего, в конце 29-го года, Господь часто и много с учениками на эту тему говорил. И, в частности, Господь, объясняя ученикам, что, значит, первые будут последними и последние первыми, приводят им притчу о работниках виноградников, всем прекрасно известную притчу, в которой Царство Небесное Господь уподобляет человеку, которому нужны были работники. Он рано утром вышел, призвал в первый час работников, потом еще попозже, в третий час, в шестой, в девятый. И, наконец, совсем уже за час до заката вышел на то место, где толпятся ищущие работу паденные рабочие, нанял еще. А потом всем заплатил одинаково. И вот Господь говорит в притче, что специально хозяин дома отдает, ну, просит управителя отдать плату, начав с последних до первых. И те, кто работали больше, дольше, с самого утра пережили всю тяжесть дня и зной, вот они думали, что они получат больше, чем с ними договорились. На что господин виноградников говорит, ты со мной договорился за динарий, я тебе заплатил динарий. А если я хочу дать этому то же, что и тебе, я в своем праве. Собственно, во-первых, до некоторой степени речь идет о ропоте и о том, что люди в этой притче взвешивают свои заслуги. Причем делают это за господина виноградника, за хозяина сами. Потому что вот эти, которые с утра работали, думали, ну, мы-то работали в гораздо более тяжелых условиях, и гораздо больше, чем эти в последний час. Они сами вымеряют, так сказать, каковы их заслуги и сколько им положено. И это те первые, которые в результате становятся последними, потому что получают столько же. Но кроме этого, кроме этого, есть еще некоторая важная очень вещь в этой притче, потому что Господь, собственно, говорит о награде, которая одинакова для всех. Царство, подобно винограднику, в котором ты работаешь с утра или с обеда, или совсем чуть-чуть, не так важно. Но ты получаешь некоторую неделимую награду. То, что не может быть, чего не может быть больше или меньше. Потому что действительно сам Господь, сам Христос – награда, которую мы обретаем в Царстве Небесном. И обретая ее, мы, собственно, в это Царство и входим. И поэтому господин виноградника просто не может дать ничего другого ни работникам первого часа, ни работникам одиннадцатого. Но вот этот ропот, эта попытка определять свои заслуги вместо Бога, вместо Господа – вот это действительно то, что делает первых последними. А последние, соответственно, получают то же самое, становятся первыми. Далее, может быть, просто по необходимости соблюсти некоторую хронологию, евангелист Матфей пишет о том, что снова Господь Иисус, отзывая уже учеников, еще раз говорит ему о своем страдании. И вот мы поднимаемся к Иерусалиму, и сын человеческий предан будет архиереям и книжникам и осудит его на смерть. И вот в этот момент, когда Христос говорит о своей грядущей смерти, вдруг подходит к нему мать сыновей Зеведеевых и чего-то там у него просит. Матфей, по-видимому, как и другие, не очень понимает, чего она просит, поэтому пишет, кланяясь, и чего-то там у него просят, чего-то прося у него. И оказывается, что она просит для своих сыновей два первых места. «Скажи, чтобы эти два мои сына сели у тебя один по правую, руку другой по левую в царстве твоем». Ну, собственно, несколько отвлекаясь, я бы сказал, от темы, «Господь спрашивает, ну, а вы можете идти тем путем, которым я иду, пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» По-видимому, потому что сесть по правую и по левую руку и вообще войти в царство – это нечто, что не может быть отделено от пути Иисуса, от следования за Иисусом. Несколько дерзновенно братья, сыновья Зеведеевы, говорят ему, да, можем. И Господь говорит на это, что, ну, хорошо, да, будете пить чашу, которую я пью, и крещение крестить, с которым я крещусь. Но говорит довольно загадочную вещь, там, место сесть справа или слева не от меня, но кому уготовано. И вот такая попытка сыновей Зеведеевых выговорить себе отдельное, так сказать, привилегированное место в царстве Иисуса, вызывает негодование учеников. Трудно сказать, то ли потому, что ученики уже понимают, что с этим что-то не так, с этой попыткой занять первое место в царстве, а может быть потому, что они просто возмущены тем, что вот братья пытаются подсуетиться, пока никто не видит. И вот на все это еще одну попытку добиться привилегированного положения. На все это Иисус говорит своим ученикам очень важную вещь вообще. Говорит о том, а что это значит быть по правую руку, по левую, да, что такое царство, как там все устроено. И вот, смотрите, Иисус, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так». Вот. Таким образом, желание учеников, чтобы кто-то из них, желательно я, был на более привилегированном месте, выше, ниже, вот это желание воспроизвести в царстве человеческую иерархию, тоже на самом деле одинаковую у всех стайных животных, основанную на перемещенной агрессии, да, вот такую вот власть, социальную лестницу или пирамиду. Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Иисус обращается к своим ученикам со словами, которые одновременно являются категорическим запретом такого властвования, и все-таки призывом к ним. Он говорит между вами, да не будет так. И когда это проявляется в отношениях между учениками Христа, это не его царство очевидным образом, потому что в его царстве вельможи не властвуют над ними, там просто нет вельмож. К сожалению, мы с большой легкостью об этом забываем, а зря. Надо об этом помнить, потому что очень простой, бросающийся в глаза, я бы сказал, признак, который позволяет отличить реальность, имеющую отношение к царству Христа и не имеющую. Там, где вельможи властвуют над ними, это не Христос. Ну вот, но Господь не ограничивается только предупреждением своим ученикам. Он говорит между вами, да не будет так, а будет вот как. Кто хочет из вас быть большим, да будет вам слугою. На самом деле, это ведь разговор по времени уже близкий к умовению ног на последний вечер. И, видимо, эта тема, кто хочет из вас быть большим, да будет всем слугой. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно делаете, а я умыл вам ноги. Видимо, зимой 30-го, весной 30-го, ну, собственно, там, в марте, эта тема возникала неоднократно, потому что, может быть, для Господа Иисуса важно было, чтобы мы поняли, ученики поняли, что значит сын человеческий пришел послужить. Вот он здесь об этом и говорит. Кто хочет из вас быть первым, да будет вам рабом, потому что сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы самому послужить, отдать душу свою для искупления многих. Потрясающие слова, которые тоже дают нам возможность увидеть, понять, что происходит, когда Иисус идет этим крестным путем и умирает за людей. Ну, и тоже немножко, знаете, мы думаем, что мы чем-то там можем особенно Богу послужить, но сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили. Ученикам своим он предлагает служить людям, служить друг другу, да будет вам слугою и да будет вам рабом. И заканчивается 20 глава истории об исцелении слепых. Ну, тут есть некая путаница, потому что в одних евангелиях это один слепой, в Артемии, сын Тимея, вот у Матфея два слепых. Некоторые исследователи, толкователи говорят, что, может быть, там такие было два, но один был лучше знаком или там запомнился. В общем, довольно очевидно, что это, конечно, одна и та же история, одно и то же исцеление, но информация о том, один был слепой или два, ну, вот, оказалась не вполне точной. По большому счету, это ведь не так и важно. А важно, что эти слепые, услышав, что Иисус идет мимо, ну, потому что они сидели у дороги и слышали, что какие-то много людей проходят и спросили, что происходит. Они говорят, вот Иисус из Назарета. И тогда они начинают кричать «Помилуй нас, Господи, сын Давидов». Совершенно незнакомые, казалось бы, люди. Откуда-то они о нем слышали? Может быть, им что-то пересказывали из его учения или рассказывали о его чудесах, о встречах с ним? Ну, мы не знаем этого, а знаем только, что они исповедуют его Христом, спасителем. Сын Давидов – это и значит в их устах тот, кто пришел от Бога спасти Израиля, тот, кто пришел от Бога обновить народ Божий, дать ему свободу и обновить весь мир, и привести к вере и к встрече с Богом весь мир. Сын Давидов – тот, кто будет сидеть на престоле Давида. И вот они кричат «Помилуй нас, сын Давидов». Матфей пишет, что народ заставлял их молчать, и тоже чуть-чуть непонятно, потому что по другим рассказам, может быть, ученики, может быть, фарисеи, в общем, получилось как-то, что многим людям не понравилось, что они такое кричат. Может быть, кто-то думал, что сейчас набегут фарисеи со стражей, чтобы арестовать Иисуса. Кто-то думал еще что-то, что это привлечет внимание или будет каким-то аргументом в следственном деле. В общем, они пытаются заставить Слепцов замолчать, а те только еще громче кричат «Помилуй нас, сын Давидов». Понимаете, вот Матфей предлагает читателю в заключении разговора о том, кто больше в Царстве Небесном справа и слева, о том, кому какая награда воздается в заключении этого разговора, он предлагает читателю увидеть двух людей, которые просто сидят у дороги. Просто сидят у дороги. Единственное, что важно, это то, что они исповедуют Иисуса сыном Давидовым, спасителем мира, и просят о помиловании, просят о милости. И вот Господь остановился, подозвал и исцелил их, и прикоснулся к глазам их, и тотчас они прозрели. Вот они получают эту награду царства, получают встречу с самим Иисусом, потому что они не претендовали ни на какие заслуги, ни на какие первые места. Они только откликнулись на то, что вот есть Иисус, и Он идет мимо. И когда они, наконец, прозрели, тогда, как пишет евангелист Матфей, они пошли за Ним. Субтитры создавал DimaTorzok